Наталья Петровна Кончаловская очень любила своего сына Андрея, а Никита был ближе к отцу. Все знали о романтических отношениях между Марианной Вертинской и Андреем Кончаловским, и многие ожидали, что две знаменитые семьи Михалковы и Вертинские объединятся. Однако браком связали свои судьбы не Андрей и Марианна, а Никита и Анастасия. Их брак длился около трех лет, но семья Михалковых продолжилась, поскольку Анастасия родила сына Степана. Почему так произошло? Хотя Андрей Кончаловский позже тепло вспоминал о Мариане, их отношения не привели к браку. Он описывал ее как женщину с синими глазами, вздернутым носом и рыжими волосами, которая казалась картиной Магрита. Они встретились на съемках фильма «Мне 20 лет», где Вертинская получила главную роль. Вертинская утверждала, что фильм «Мне 20 лет», стал поворотным моментом в ее карьере и помог познакомиться с важными людьми, включая Кончаловского, с которым у нее возникли романтические чувства. В доме Кончаловского на Николиной горе часто собирались компании молодежи, проводили время за танцами, играми и купанием. Во время первого визита Вертинской в дом Кончаловского, она обнаружила свою фотографию в обнаженном виде на его книжной полке. Эта фотография имела интересную историю. Во время съемок фильма «Мне 20 лет», фотограф Евгения, работавшая на съемочной площадке, попросила Вертинскую сделать несколько дополнительных фотографий в нижнем белье для актерской картотеки. Вертинская без задней мысли согласилась, не подозревая, что фотограф могла использовать эти снимки в своих целях. Кончаловский описывал Вертинскую в своих мемуарах как очаровательную, легкую и непредсказуемую личность. Он отмечал ее доброту, отсутствие стремления к порядку. Однако, несмотря на их взаимные чувства, брак между ними не состоялся. Вместо этого Никита Михалков и Анастасия Вертинская вступили в брак, который продолжался около трех лет. Семьи Михалковых и Вертинских действительно породнились, но это произошло через брак Никиты и Анастасии. Марианна вспоминала, что Кончаловский драматично вставал на колени перед ней ее матерью Лидией Владимировной, уверяя их в своей глубокой любви. Однако мать Кончаловского Наталья Петровна испытывала ревность к своему старшему сыну. Спустя годы Вертинская была убеждена, что мать Андрея внимательно рассматривала ее, пытаясь понять, чем она привлекла его внимание, возможно, даже ненавидеть девушку, которую любит ее сын. Затем женщина предложила Мариане отрез Жоржетта, задрапировала его на ней и накинула на плечи соболиный мех. Марианна подумала, что Жоржетт и мех ей подарит, но нет, это был всего лишь совет, как одеться. Девушка побежала домой и попросила у Лидии Владимировны Баргузинские соболя, подаренные ей знаменитым мужем. «Мама, а у тебя есть платье горчичного цвета?» Спросила Марианна. «Мне нужно на Новый год, иначе Андрон на мне не женится, если я буду без соболей». «Какие соболя?» Удивилась мать. «Пойдешь в том, что у тебя есть, например, в этом платье с леопардовым воротником, оно прекрасно подчеркивает твою фигуру». Дело было не в соболях, а тогда Марианна наслаждалась жизнью и не мечтала о скорой свадьбе, но была уверена, что рано или поздно они с Андреем поженятся. «А как у нас с ним закрутилось, я и не помню», — улыбалась заслуженная артистка РСФСР. Просто в какой-то момент я обнаружила, что Кончаловский очень сильно в меня влюблен, и я тоже в него влюбилась. Он не только страстно объяснялся в любви, но и заботился. Я ведь ходила в мини даже зимой. Андрон купил мне трикотажные теплые штаны с байкой на изнаночной стороне и заставлял их носить. Я рыдала, так их надевать не хотела. Зато к лету доставал мне фельдеперсовые дефицитные чулки. Застолья в ВТО частенько заканчивались дракой, Кончаловский мог приревновать незнакомца к Вертинской. Забавно, что мать Марианны и Анастасии жила тогда с Настей в квартире над ВТО и выбегала на улицу, чтобы вмешаться в драку. «Хватит вам дурака валять, дочка!» Наконец заявила Лидия Владимировна. «Если Андрон так любит тебя, пусть женится. А то ишь, какие страсти у вас!» До этого произошел следующий случай. Андрей попросился за руль Волги, когда общая подруга Люси катала друзей на своей машине, хотя по словам Вертинской прав у него еще не было. Он уверенно ехал, как вдруг Люси спросила, когда же свадьба. Кончаловский рванул руль, произошла авария. Ни на ком не было ни царапины, а со стороны Марианны открылась дверь, она выпала из машины и сильно ударилась головой, потеряв сознание. Приехала милиция, Вертинская пришла в себя, а на подмогу сыну примчался Сергей Владимирович Михалков, и дело замяли. В своих воспоминаниях Кончаловский эти подробности опускает, и то, что Марианна чуть не погибла, и что разборок с милицией он избежал благодаря папе. От смущения я повернул руль, повернул очень неаккуратно, кто-то в меня врезался. Так окончился этот роман, так завершал свои воспоминания о Мариане Андрей. Однако не авария была окончанием романа. Как раз после этого события Лидия Владимировна настояла на том, чтобы дочь поговорила со своим молодым человеком. Они встретились там же, где и многие московские влюбленные, у памятника Пушкину. Андрон, мама говорит, что ты у нас все время торчишь и орешь, как меня любишь. Получается, надо пожениться. Маша, тебе-то это зачем? Мама думает, что когда люди сильно любят друг друга, они женятся. Хорошо, давай. Была назначена дата свадьбы, а вскоре Кончаловский уехал на съемки своего фильма «Первый учитель» в Киргизию. Звонил оттуда периодически, как и Марианна ему. Она не подозревала, что жених уже увлекся Натальей Аринбасаровой. Меня воспитывали очень строго. Именно поэтому, если Андрей Сергеевич пытался меня приобнять на съемочной площадке, я сразу просила его убрать руки, была очень недоступной. Постепенно отношения развивались, и однажды мы отправились в ЗАГС. «Это была маленькая комнатушка, заполненная мухами, где нас и расписали, а уже вечером мы отметили свадьбу с ребятами из съемочной группы», – рассказывала подруга. Для Марианны известие о женитьбе Кончаловского прозвучало как гром с ясного неба. «Я не хотела жить», – вспоминала актриса. «У меня распухли губы на пол лица. Но выжила. Было очень больно, горевала. Проплакала несколько месяцев. А сейчас оглядываюсь назад и думаю, и хорошо, что не поженились. Числилась бы сейчас в списке его брошенных жен.